Кто-то действительно сделал видос Феномен Дэдпи 47 на ютуб Критическая монография RTX 4090 Типа я не шучу, это настоящее название этого видео Феномен Дэдпи 47 на ютуб, критическая монография RTX 4090 Вот, 146 просмотров, но я думаю, что стоит посмотреть 9 минут 30 секунд Мне кажется, что это весьма, весьма важно Вот, да, так или иначе, мерзкая ебала теперь видеть Просто посмотрите на этого чмошника, это ужасно Но у него хотя бы стол убран, блядь, в отличие от меня Критическая монография, когда я вижу критическая монография У меня сразу ассоциации с видосом отца Евгена, который мы смотрели в начале этого года И, блядь Нахуй это говно Дэдпи 47 это чувак из наших с вами интернетов, который в последнее время дико стал набирать популярность Должен сказать, не зря Основной контент это обзоры на игры и игровые новости Иногда обзоры на аниме, а также истории различных западных ютуберов Которые важны не столько обозреваемыми персонажами, сколько пониманием того, насколько важно оставаться человеком даже тогда, когда на тебя сваливаются популярность и деньги Но да не об этом речь В этом видео мне хотелось бы не разоблачить персонажа, не поведать вам о его тайной В небрачных сыновьях и связях с натуралами нет Вместо личности персонажа я хочу затронуть то, как терпи 47 вообще выстрелил на ютубе Дело в том, что наш Сапш, осознавая то или нет, своим примером показал настолько великолепную стратегию того, как нужно развивать болтологические каналы, что просто диву даешься Настолько натурального роста канала я не видел давно Правда сейчас это выглядит так, будто я пытаюсь жестко подлезать обозреваемому Так что, дед Иди нахуй Собственно, основной рост канала начался с видео про Шевцова и PlayStation 5 До этого Собачка47 выпускал видосы преимущественно на игровую тематику, но без какой-то определенной направленности Если взглянуть на видео до судьбоносного разбора Шевцова, то основная тематика канала это колда и другие шутаны, а также видосы, которые так или иначе затрагивают стриминг на твиче Превью делались также в разных стилях, из-за чего идентифицировать канал среди рекомендаций было тяжеловато Хотя, стоит отдать должное, у канала практически сразу появился персонаж, который красовался на превьюшках Это стало его отличительной чертой Ладно, это охуенно, это охуенно Не, типа персонаж, да, персонаж, ну по сути персонаж для стримов больше создавался, а потом он как бы был на превью Изначально был план делать как эти стори тайм ютуберы, то что он там как-то двигается, когда я что-то говорю, но потом я хуй забил, это слишком сложно делать Да, персонаж канала это классная тема, но я должен сказать, что я реально нихуя не понимал, что делать на ютубе в тот момент В общем-то время шло и вот у Фимбоя 47 уже было А кстати, я хотел спросить, реально, ну персонаж на превьюхах больше привлекает ваше внимание, типа вы понимаете, что это мой видос Или, типа, вообще без разницы Я просто не шарю Да? Серьезно? То есть не зря у художницы заказываю? Ну ладно, буду продолжать Окей, окей, буду стараться Популярность, которая есть у дедушки 47 сейчас, не свалилась с неба Точнее, свалилась, но за счет уже имеющегося опыта была грамотно переработана в быстрый рост канала Что же, собственно, произошло? На заре веков, когда по земле еще ходили динозавры, а люди бились друг с другом камнями Существовали на рынке две консоли восьмого поколения PlayStation 4 и Xbox One Существовали они долго, заставляли людей сраться в интернете, чья же платформа лучше Однако почти с самого начала получилось так, что зеленый ящик проиграл самурайскому куску пластика Из-за странного пиара со стороны Microsoft А еще из-за отсутствия эксклюзивов, из-за более высокой цены и кинекта А также куча-куча других проблем, вроде Перс отталкивает от просмотра видоса Блять И ублюдковый интерфейс Подписался из-за рубрики худших стримеров, классные видео Да, я скоро сделаю новый выпуск, спасибо, что смотришь Поэтому посмотри, пожалуйста Мало того, Microsoft еще и представляла свою консоль как нечто На чем можно запускать YouTube и смотреть кинцо, а не играть в игры За что и поплатилось И по делам Японцы же в это время собирали сливки И все восьмое поколение были гегемонами на консольном рынке Эксклюзивный контент в играх Покупка временной эксклюзивности у мультиплатформы Эксклюзивные игры Вот, ну, не, я, в принципе, чел понял все правильно То есть у меня выстрелил видос по айтипедии И вместо того, чтобы как-то пытаться, типа, продолжать делать разные штуки Я просто понял, окей, выстрелил, надо ебашить одно и то же Но, типа, делать иногда вещи, которые мне нравятся Ну, мне нравилось делать видосы по типу айтипедии и прочее Но хотелось тоже так Типа, если у меня появилась аудитория, надо протолкнуть им хуйню, которая, типа, раньше не заходила И вот так как-то органично получилось Это прикольно Бля, ну, кстати, да, если бы не было всей хуйни в 2022-м Я реально хотел сделать мерч какой-то прикольный Может, там, объединиться с какими-нибудь брендами Но сейчас, учитывая логистику и прочее, да, там Я не в России, мне там надо что-то там ИП оформлять какое-то Ну, короче, полная хуета И нет уже тех брендов, с которыми я хотел работать Все эксклюзивное За счет этого они стали лидерами домашних консолей Ящичек же только к концу поколения опомнился от спячки Майки начали... Хотя, с другой стороны, если бы я потом в чем-то обосрался Не знаю, все бы узнали, что там, не знаю, какая-то хуйня какая обычно с блогерами бывает Педофил или что-то такое Было бы, наверное, неприятно людям, которые фигурку Dead P47 купили поэтому Возможно, это к лучшему, блядь Теперь потихоньку покупать студии и рекламировать коробку, как в первую очередь Игровое устройство, однако пытаться победить плойку на закате поколения было делом неблагодарным И закат этого самого поколения рано или поздно должен был наступить Не знаю, что если бы мои зрители узнали, что я терпила и натурал Тогда бы реально все повыкидывали фигурку Пить И он наступил Тут-то и началось веселье Xbox в тот момент заанонсили свою подписку в Game Pass Где за относительно небольшую плату в месяц ты получал тонны... Коллаборацию с бомж? Да я бы с удовольствием Игр Анонсировали несколько проектов... Для этого нужно с одним человечком пообщаться Надеюсь, что получится когда-нибудь А самое главное, Microsoft показала новую консоль В то время как Sony сидела и отмалчивалась Словом, хуящик выглядел куда увереннее своего прямого конкурента Потом консоль таки анонсировали И в интернетах начался сущий кошмар Особенно отличился... Блядь, кстати, я вам хотел рассказать историю Я сегодня, короче, занимаюсь в зале А в зале музыка подрубается И типа начинает играть What I've Done Линкен Парка Я вижу диджей, типа, ну, как... Ну, не диджей, там девчонка сидит Она, типа, убирает, ставит другую И тут начинается песня Take me down to the paradise city Where the grass is green and the girls are pretty Вот эта вот хуйня Очень классная песня, мне безумно нравится И я занимаюсь, типа, бля, ебать, ну, прям вот, типа, подъебывает еще сильнее, типа, стараться как-то выжимать из себя все И я слышу, рядом какая-то девчонка на русском своему тренеру говорит Вырубите это говно, это слушать невозможно Типа, чё, блядь? Это как прийти, не знаю, в байкерский бар и сказать Бля, выключите этот металл, фу, это некрасиво звучит Типа, блядь, ебаный твой рот, какого хуя, это нормальная музыка Вообще, это очень потешно, что кто-то реально, сам, целенаправленно пойдет покупать Xbox Как ты будешь играть в новый God of War? Как ты будешь играть в Horizon Zero 2? В итоге, видос непосредственно один Коллаборацию с бомж, ну я хочу, чел, хочу Эда, на первый взгляд, был не особо примечателен Однако, в нем было много хороших мыслей, которых на Рутубе давно никто не освещал А именно, играми нужно наслаждаться, а не выебываться И играть нужно именно в игры, а не в эксклюзивы Мысли правильные, а для Ютуба того времени еще и весьма свежие И уж не знаю, хорошо ли был оптимизирован видос, или это была воля случая Но ролик поднялся и набрал к этому времени почти 700 тысяч просмотров Пиздец Ну кстати, ни один мой видос еще до ляма не дошел И вот тут-то начинается самое интересное Доставайте блокнотики и записывайте Что вы сделаете, если какая-то рубрика на вашем канале зайдет невероятно сильно? Очевидный ответ, вы будете продолжать ее выпускать и дальше Однако с рубрикой высмеивания консольщиков была одна проблема Если так подумать, то тема эта крайне недолговечная И закончится она ровно в тот момент, когда новые консоли выйдут И конкуренты займут свое место на рынке в новом поколении Так что фанат Геншин 47 спустя очень много видео о консольщиках Осознал сей факт и начал выпускать видеоролики нового формата Обзоры и рассуждения на тему игр, аниме, различных платформ и игровых консолей Словом, вспомнил все старое Поначалу они не то, чтобы собирали просмотры Однако, осознавая то или нет, натурал 47 своими видео о консольщиках Создал множество локальных мемов Это да, это правда Я на самом деле как-то, в принципе, не Это было задумано изначально Это не то, что, типа, я... Ну, я не знал, что из этого выйдет Но мне так показалось тогда Потому что у меня появился популярный формат Который так или иначе, типа, заходил Я подумал, ну, если я буду его делать дальше Я просто, ну, стану человеком одного формата Поэтому почему бы мне не начать вкраплять какие-то видосы Там, обзорчики на любимые игры Там, может быть, на аниме какое-то, прочее Ну, пытаться, типа, развиваться Понимая, что они меньше соберут Но, тем не менее, они... Какая-то часть аудитории все равно посмотрит Потому что им нравится то А то я им не перестану давать Я также буду делать видосы про сунебоев Ну, типа, если хотите что-то еще с тем же голосом Если понравилось, там, как я рассказываю То доступны вот такие обзоры И это меня спасло, пиздец Потому что я вижу каналы, которые Тогда развивались, ебать Во время консольных войн А сейчас они просто мертвы Я тогда сам, ну, не понимая, насколько это реально важно Подстелил себе соломку И благодаря этому я выжил Потому что я помню каналы вроде Агента Смита Который до последнего, до смерти канала Ебашил видосы про сунебоев Когда всем уже было похуй Я помню каналы, там, того же Вадима Иванова Который в итоге бросил консольную тему Я помню канал, этого, All About G Ну, там вообще своя история Короче, консольные войны Это был хороший толчок для канала Но зацикливаться и думать, что на этом можно жить всегда Это вообще невозможно И если ты хочешь развиваться на ютубе Тебе нужно эволюционировать И это множество оказалось настолько большим Что мемы начали просачиваться в другие сообщества Основным двигателем Я, кстати, не знаю, как это произошло Типа, я не знаю, как мемы ДП-47 пошли в другие сообщества Это, блядь, для меня до сих пор секрет Может из-за того, что я тогда с Келлем законтачился Но это, по-моему, произошло еще раньше Видители мемистного прогресса Кстати, блядь, самое смешное, что, блядь, он все еще у него так или нет? Да Кель-47 Послужил, пожалуй, легендарный клоунский хват И видос о Человеке Беду Да, клоунский хват был хорош Клоунский хват был хорош Но видос по Человекам Бензопиле Это вообще пиздец В общем-то, деда вполне себе можно поблагодарить Именно из-за него теперь по всему интернету появляются всякие собачки Половые тряпки, фанаты Геншина и прочие мифические твари С припиской 47 в конце И вот мы имеем на руках следующие карты У тебя есть очень популярная рубрика на канале Которая, однако, скоро умрет И множество локальных мемов Что же теперь делать? Выпускать еще больше видосов не о консоли-срачах И сводить на нет видосы о них же И бинго! У вас есть растущий и процветающий канал Я тогда очень боялся Когда я уходил от консольных войн Я очень боялся, что, типа, большая часть аудитории пришла на них И теперь я, ну, как бы, по сути наебал их И этого контента нет То есть, я помню, я в каких-то видосах пытался что-то подобное вставлять И так или иначе Сунебой и Суиджак появляются на превьюхах Но все меньше и меньше Но самое смешное, то, что моя основная аудитория Которая собралась на Сунебоях Это были 60 тысяч, с которыми я уехал из России И сейчас моя аудитория уже почти раза в 4 больше Поэтому, поэтому, в принципе, решение было не самое неправильное То есть, если бы я продолжал, я бы остался где-то в районе 70 тысяч И никогда даже до сотки не дошел И вы гребете свои миллиарды евробаксов с Ютуба Вот среди консоли-срачного кала видос о человеке-мензапеле Который набрал больше, чем обычно И постепенно примерно... Притом они вначале хуёвиши набирают Никто их нахуй не смотрит Но потом, когда появляется трейлер аниме Там все такие, что это за хуйня И вот это вот все начинается То есть, в принципе, такие тайминги ловить достаточно выгодно Потому что, по сути, я подмял под себя часть хайпа человека бензопилы в тот момент И, блядь, было охуенно До очередного видоса про бензопилу Видео о консоли-срачах начали сходить на нет, пока совсем не исчезли Потом и просмотры на всех видосах начали плюс-минус выравниваться И канал не... Где ты разочарован в тебе? Где лям подписчиков? Ну, блядь, до сих пор нету, сорян Утонул Проворачивая эту формулу раз за разом, видос за видосом Подсос Келя47 добился роста своего канала шикарными темпами С чем я его и поздравляю Также не менее интересной, но уже скорее второстепенной темой развития канала Является его дружба с кучей других чуваков Типа Булджатя, Игоря Линка, Келя, Культаса, Зио, Командера и... И это только то, что пришло мне сразу в голову Прям поскори мне суши привезли, пиздец, под пиво суши охуенно заходят Роже замолчи, у меня пива нету, нету А у тебя пиво нельзя заказать? Нет А, точно, в России же запрещено. Можно в любую секунду пиво заказать, любое, хоть по лайнер, хоть, блядь, этот, Гиннес. Какая, сука, как я тебя ненавижу. Можно даже на улице пить пиво без проблем. Да, я в таком украшу, блядь, просто пить стиль. Проблемой данных взаимодействий является то, что они происходят исключительно на стримах. А стримы — это вещь такая. На них готовы присутствовать далеко не все зрители по самым разным причинам. От различного рода занятостей до часового пояса. Так что тут на первый план выходят нарезки со стримов. Но контент этот по отношению к основному каналу, как я считаю, вторичен. Причина тому... Ну это правда, это правда. Нарезки и стримы — это, в принципе, вторичный контент. Это чистая правда. Не, я хотел бы коллаборировать, на самом деле. Я бы хотел чисто делать стримы, где я с кем-то пизжу, потому что... Мне нравится просто разговаривать с другими ютуберами, это интересно. До сих пор ни одна голова человека, бензопилы на Мангалибе, не обходятся без шуток. Про собачку 47, вот чего мы добились. Вот. Да, под каждым хентаем с Макемой тоже, блядь, постоянный комментарий про меня. Мне просто скидывают скриншоты, вот. Я бы хотел с другими ютуберами, ну, как минимум, типа, стримить, там, пиздеть что-то. А во-вторых, прикольно было бы реально коллаборировать в видосах. Но, к сожалению, у меня такая хуйня, то, что я очень быстро видосы делаю, поэтому я не могу с другим ютубером, типа, так вот, типа, ну, заранее что-то придумать. Ну, банально. Зрители не хотят смотреть нарезки со стримовкой. Хотя я как-то Игорю написал, когда делал видос по МГС-2. Типа, Игорь, слушай, ты, ну, типа, я вижу, ты образованный человек, ты, скорее всего, в МГС-2 играл. Типа, не хочешь в видосе, там, что-то прикольное сделаю вместе? Он такой, нет, я не знаю, что это. Я такой, типа, ясно, блядь. Все, я больше с Игорем не общаюсь с тех пор. Кого попало? Они смотрят конкретных людей и вырезки со стримов конкретных людей. Так что, на мой взгляд, нарезки не особо бустят трафик на канале. Кстати, нет. Кстати, нет. Дохуя людей пишут мне, типа, я увидел нарезки что-то твоих реакций и решил посмотреть. Я не знаю, почему. То есть, вот, типа, я бы в рекомендациях увидел свой ебальник на каком-то видосе, и я бы такой, не, это говно ебаное. Типа, нахуй мне смотреть, как кто-то реагирует на какое-то видео. Ну, так, в принципе, неплохо. К чему я вообще создал сей опус? Ну, во-первых, потому что мне интересен сам Сапш. И не только как феномен на ютубе, но и как интернет-личность. Дед в своих видео и на стримах весьма искренен, со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами. А то она и искренность. Напрямую не говорит он разве что о политике, точнее, не говорит о ней вовсе. Но вы, без меня, думаю, знаете, насколько это скользкая тема. Так что предъявлять за это деду лично я не могу. В общем, дедуля создает впечатление хорошего товарища, с которым можно и за жизнь поговорить, и пивка вместе выпить. Правда, сидит он не рядом с тобой, а за экраном монитора. Ну и вообще так лучше не думать, это какая-то нездоровая дичь. В общем-то... Я обожаю парасоциальные отношения. Пацаны, всех так люблю. Вы самые классные. У нас классные парасоциальные отношения, в которых вы смотрите меня, а я зарабатываю деньги. Мы же такие друзья хорошие. Так мило, так мило. Сам видос я хотел сделать совсем не об этом. Данный опус я делаю скорее как памятку, или, если хотите, гайд по улучшению и раскрутке своего собственного... Так мало каналов с вырисками деда, но все равно как-то умудряется знакомиться через нарезки. Да, да. Но ДФТК, по сути, занял нишу, которая была оставлена ДатПи 47 моментом. О, канала на ютубе. Просто канал Деда — это хороший пример быстрого и естественного роста канала. Только если будете применять советы из видео на практике, то помните один очень важный нюанс. До того судьбоносного видео с Шевцовым Дед уже имел гору опыта в создании видео, в стриминге. У канала к тому времени по большей части уже существовала какая-то общая тематика. Короче, в данном случае счастье не свалилось на Деда просто так. Я согласен с этим, потому что к тому моменту я, как в этом аниме «Блюлок», я уничтожил себя, пересобрался, понял, блядь, многие вещи, которые касаются контент-мейкинга и того, как вообще стоит вести себя в интернете так или иначе. Потому что если бы я взлетел даже на год раньше, то все бы пошло абсолютно по-другому, потому что я был совершенно другим человеком, можно сказать. И я это все к чему? Зио, здорово. А к тому, что... Забинил Шевцов. То если вы решите с нуля залететь... Кстати, Зио, ты сильно обидишься, если я подружусь с Шевцовым и буду с ним на макбуках сидеть в Старбаксе и обсуждать, насколько там хороший асфальт? На YouTube прямо вот сейчас, используя все вышеперечисленные с вашего позволения советы, то у вас ничего не выйдет. Изучите монтажные программы, то, как записывается голод, и как написать хороший сценарий. Это видео скорее урок для тех, кто уже что-то умеет, но долбится головой об стену. Для каналов вроде меня и сотен других ютубных микрочеликов. Надеюсь, я смог вам чем-то помочь. И да, совсем забыл, дед. Если ты смотришь это, спасибо за контент. И иди нахуй. Блин, прикольная тема. Мне понравилась, в принципе, очень. Ну, кратко я бы хотел, потому что я-то охуенный, я заслуживал где-то, может быть, получасового видоса. Вот. Но спасибо большое. Реально красавчик, респект, спасибо. Пацаны, давайте поддержим микрочелика геймера. Вот ссылка в чате сейчас. Сходите, поставьте лайк, подпишитесь. И этому стриму тоже поставьте лайк, потому что это безумно помогает. Безумно помогает. Буду крайне благодарен. Посмотрел это видео, реально про классного ютубера рассказал. Но хотелось бы больше узнать про него. Личность действительно очень важная. Реально.